Вечер добрый, понедельник, и, как обычно, по будням с 8 до 10 на своем радио программа «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы жильенько беседу беседуем, ну и музыку свою они нам играют. В общем, забавно, конечно, когда один из музыкантов спрашивает у звукорежиссера, будем ли мы друг друга слышать. Не надоели вы себе за эти годы, чтобы слушать друг друга? Мне кажется, музыка важнее всего остального, а мелочи всякого рода слышать, не слышать, это уже ерундовина абсолютно. У нас есть традиция, добрая, сложившаяся за годы существования программы. Прежде чем мы приступаем к беседам, музыканты играют что-либо в качестве музыкальной заявки. Ну, для того, чтобы аудитория понимала, чем сегодня два часа, собственно говоря, заниматься мы тут будем. Коллектив, который здесь сегодня невероятно крут, ну, правда, сегодня они в акустической версии, но это не отменяет крутизны и качество того, что они делают. И это тот самый случай, когда подсказал мне этот коллектив человек, который сегодня в этой студии. И как только я услышал, что они творят, я решил, что они должны звучать в ротации. А уже услышав, как в ротации, Юля, продюсер программы «Живые», решил, что они должны прийти в программу «Живые». Это как раз вот и есть тот симбиоз, о котором я всегда говорил. Попадание в живых не значит ротация, попадание в ротацию не значит попадание в живых. Но в данном случае все срослось. И слава Богу. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Все звучит прекрасно. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Всю эту историю Давайте пока представимся, это тоже важно Я называть буду поименно каждого А микрофончики вот эти большие, эфирные Они вам пригодятся сейчас для общения И со мной, и с аудиторией, поэтому к ним подсаживайтесь Ну, собственно, главный человек Алексей Чучаков Это и тапшур, варган, горловое пение, флейта, гитара Ну, собственно говоря, отец-основатель Как я понимаю, данного проекта Ну и... Вот есть тут вопрос Ну, мы его немножко позже обсудим Добрый вечер, прежде всего Здравствуйте, дорогие радиослушатели Привет, Москва От республики Алтай Славного города Барнаула От Горноалтайска От Уймонской долины Ну и, собственно, от горы Белуха Ну, именно поэтому Белуха джамп Собственно говоря, вопросов по названию Больше ни у кого не возникнет Далее Александр Самодум Правильно называю фамилию? Да, правильно Харп-гитар Народ стал спрашивать, который картинку смотрит Это что, гитара или гусли? Ну, на мой взгляд, это нечто среднее между гитарой и гуслями Называется это харп Ну, это, скорее всего, более... Это нечто среднее между гитарой и арфой То есть это называется арфа-гитара Ну, или харп-гитара Ну, прошу прощения Мне это напомнило гусли Ну, в принципе, да Пускай будет арфа Хорошо Это, может быть, несколько более продвинутая история Арфа с гитарой вместе Единственная очаровательная дама Девочка в этом коллективе Скрипка Алина Батыгина Алина, можно поздороваться? Здравствуйте Здравствуйте Привет Как самочувствие? Отлично Ну, немножко взволнованно, я вижу Но ничего страшного У нас здесь, в общем, нормально кормят Поят и хорошо встречают Так что все будет в полном порядке Белуха джамп Прошу любить и жаловать Как называлось первое произведение? Вот это назвать песней я не могу Это нечто более серьезное, как мне кажется Повесть, пьеса Как угодно это можно называть Как это называлось? Ну, да Первое произведение Первый трек Первая все-таки песня Пусть будет так Это Ну, некий такой Начало Мы всегда начинаем Именно с этой песни Свои концерты Она называется Шамбала То есть Тот первый альбом Вот вы Это на рок-стиле, да Он так и назывался Шамбала И это была заглавная песня Этого альбома Но вот сейчас мы Решили сделать ее Именно вот в таком Варианте В акустическом Вот она Зазвучала именно вот так Как сейчас звучит Мы, конечно, вас Зажидали в полном звуке Я имею в виду в электричестве Но все равно удивительно Интересно послушать Как это звучит в акустике Дайте слово Что когда вы будете В полном электрическом звуке В Москве Вы к нам тоже забежите Хорошо Обязательно, конечно Ну, с грустью сказал Вероятно, это не часто бывает Я так понимаю Да, это не часто бывает Я объясню, почему Почему? Когда последний концерт Мы отыграли в электричестве Мой Моя правая рука Так скажем, да С которой мы начинали Ну, вот этот проект Андрей Скляров Его зовут Этого замечательного музыканта Басист, гитарист Композитор Он, к сожалению Сейчас уехал На постоянное место жительства На Кипр А вот как Вот Он сейчас живет В городе Лимасол Но это Способствовало тому Что сейчас Будет В мае Большой Ну, рок-фестиваль Где мы будем Хедлайнерами Группа Белуха Джем Совместно С нашим знаменитым Музыкантом Болотом Байрышевым Ну, вот так на секундочку У нас та же история Была из Хон Хуэрту Когда дождаться их всех Практически невозможно Поэтому так Выдергивали По нему ножку Всякие разные Челома, например Кусочек, так сказать Проекта Хон Хуэрту Сейчас вот у нас Кусочек Белухи Джем Но все равно Это акустическая версия Совершенно официальная Акустическая программа От Белухи Джем Все правильно? Да, все правильно 46-47 Это короткий номер Для ваших смс-ок 46-47 Пишите, пожалуйста Если вам удобнее Посылать смс-сообщения Сначала пишите Свои Можно кириллицы Можно латиницы Не имеет значения Потом пробел А дальше все, что хотели бы сказать Это могут быть эмоции Впечатления Вопросы Не забывайте, пожалуйста О том, что можно писать Также в официальном сообществе Своего радио Там уже давно лежит Анонс И фотография Красивая такая Фотография Где Алексей С варганом Задумчивость С микрофоном Варганом И там, кстати, название Коллектива группы Белуха Джем Ой, какая маленькая группа Несправедливая Давайте пополнять сообщество Белухи Потому что Совсем, мне кажется Несправедливо Такое количество людей Мы долгое время Не создавали группу Официальную страницу Не знаю, с чем это связано Видимо, руки не доходили Все-таки коллектив И этот проект Уже существует Довольно-таки долго Сколько Если считать Самый первый состав То это Само название Когда появилось Это 2006 год Обалдеть 9 лет Уже скоро 10 лет, наверное 10 лет 10 лет А группа Только-только А группа Буквально Месяц назад Даже меньше Так, друзья мои У меня к вам Большоещее просьба Давайте срочно Пополнять сообщество Белухи Я сейчас прям сам Туда кликну И зайду к вам И впишусь в эту историю Потому что Это совсем неправильно Совсем неправильно Такая крохотная группа У такого роскошного Музыкального коллектива Да, ну так вот Там можно отписываться тоже Я сейчас в данном случае Имею ввиду ленту под анонсом Милости прошу Чаты для вас работают Один на сайте Своего радио Своерадио.фм Там написано Чат В общем, в принципе Заблудиться невозможно Можно видеть Все, что в этой студии происходит Сверху Рядом с логотипом Есть плеер длинненький Слева у него Онлайн-аудио Справа с синим кружочком Онлайн-видео Кликаете на Онлайн-видео И вот вам картинка Которую нам пока Предоставляет Планета.ру Замечательная Краудфайдинговая Платформа Планета.ру Спасибо им за это большое Там тоже есть чат В котором также Можно отписываться Скажу сразу Что в аудиопотоке В нашем аудиопотоке Онлайн Аудио своего радио Там звук правильный Вот тот, который должен быть В картинке Несколько хуже Но сейчас В связи с переездом Напомню, что По пятницам сейчас До первого апреля Как минимум Программа «Живые» не выходит Потому что мы занимаемся Стройкой новой студии Нам надо переезжать отсюда Это за нее сносится Так вот получилось Да Там мы с видеокартинку Будем делать сами И я вас уверяю Она будет несколько лучше Ну так получается Ничего планете Плохого сказать не могу Но так вот как-то получается Что Ну знаете Как 200 тысяч Воломить в то Чтобы это сделать Я думаю Мы в принципе Должны справиться И самостоятельно Но пока так Так что смотрите Слушайте Как вам удобнее Где вам больше нравится Ну а теперь Надо что-то еще послушать Очень хочется Очень хочется Что это будет Да Хотелось бы слово Предоставить Александру Начальнику транспортного цеха Да Александр Слушаем вас Он расскажет Про историю В принципе Вы сейчас сказали Транспортного цеха Это знаете Я попал Я знаю В этой истории Это имеет значение Потому что Мы с Алексеем Познакомились Как раз на Алтае Вот И мы познакомились с ним На фестивале Вот этно И как-то так Договорились А давай встретимся с тобой На Белухе На горе А что Это у вас место для встреч Там что-либо Да Вот В общем Он должен был туда Значит подняться И я собрался на Белуху Подождите Одно мгновение Это тоже такие моменты Которые надо подчеркивать Да А высокая гора Белуха Четыре с половиной тысячи метров Ну так просто люди ходят на гору Просто встречаться На четыре с половиной тысячи метров Да Вот То есть ходим на гору Поздороваемся с тобой Там рассвет встретим Может быть заодно Ну если честно Я первый раз в этот момент Туда пошел А зачем Просто интересно А вот Так в моей судьбе В моей жизни сложилось Что Эта гора Ну Ну не вам Не для меня только Естественно Для всех жителей Горного Алтая Для алтайцев Эта гора является священной Да Это большой энергетический центр Самая высочайшая Точка Сибири И Ну вот моя бабушка Да Она рассказывала мне Что ее род Ну проживал Именно под горой Белуха И ее род Именно оттуда Вышел От истоков Катуни И видимо Мои корни Кровь Позвала меня Как бы к себе И Ну в общем Что-то случилось Произошло И у меня появилась Такая потребность Не просто желание А потребность Тогда у меня вопрос К Александру Получается А вот так приглашать друзей Посидеть вместе Там покумекать о чем-то На гору Это тоже нормальная традиция? Конечно Это замечательная традиция Вот Но у нас С Алексеем Это произошло На самом деле Все случайно Мы примерно знали Что и он И я будем Ну не на самой вершине Конечно А примерно на середине Там на двух тысячах Там есть базовый лагерь Озеро Акем называется Вот И мы поняли Что примерно В какой-то один из дней Мы там можем совпасть Вот Но вы понимаете Что там нет ни связи мобильной Ничего Да И в общем Я туда поднялся отдельно С альпинистами Вот Что самое интересное На альпинистах? Нет Я сам Вместе с альпинистами Туда шел Что самое интересное Я взял туда еще и гитару Вот Чтобы вы понимали Альпинисты наверное Сходили с ума и ржали Крутили пальцем у виска Зачем это Все ржали Они все шли С трекинговыми палками А я шел с гитарой в руках Вместо трекинговых палок Да вот Ну не с этой С обыкновенной гитарой Вот Причем там шел дождь Я ее обматывал пленкой Переходил водопады Чамотечий человек Чамотечий Да В общем я туда дошел с гитарой И Что самое интересное Я еще взял туда студию Портативную Зум Приходишь там Леша уже Да Нет Прихожу Леши не было В общем В последний день Когда я уже собирался спускаться Вдруг Мы встречаемся с Лешей У Акемского озера И Ну мы конечно были этому очень рады И у нас буквально было Может быть полчаса И мы решили немного поиграть Для друзей На берегу Акемского озера Да Я достал гитару Поставили Студию Портативную Зум И Получилась Такая Импровизация Что Ну Это Стало таким Эпичным событием Для нас с Алексеем Потому что Мы даже Сделали такой ролик Он называется В сердце Алтая Вот его можно посмотреть Это снято прямо Вот у подножия Белухи Так как там Вот Звучит С настоящим звуком И сыграно Это было Сыграно Не запланировано Не запланировано Причем у меня еще На гитаре Была порвана Первая струна То есть я поставил Две Две вторых И мне пришлось Играть в новом Для себя строе Абсолютно В первые Вот с тех пор Вот мне теперь Я перестроил Специально сейчас Гитару Чтобы сыграть В том строе В котором тогда Мы сыграли Я с собой Ни тапшур Ни гитару Не брал Я взял С собой Самый тяжелый инструмент Самый тяжелый инструмент Варган Камус Вот так что Я не пожалел Что я принес туда гитару Потому что Получилась Вот такая вот запись И такая песня Которую мы сейчас Сыграем Именно тогда И можно сказать Что и родился проект Вот именно Белуха Джам В акустическом составе Обалдеть Ну я сейчас Ну давайте Готовься пока Я себя представил Сейчас там Скажем В Москве Музыканты Забиваются Говорят Ну давай пойдем На стрелку На Петра Первого Там посидим На рассвет Посмотрим Сходили Посидели Где-нибудь на локте У Петра Первого Он здоровый Зараза Заодно встретились С друзьями Сочинили что-то Вместе спели Вот и группа зародилась Очень тонкая история Правда изящная Давайте как всегда Живой звук В программе Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вот, надо передать привет, потому как ему его здесь передают через вас, судя по всему. Есть, кстати, тоже любопытнейшие сообщения, они пришли несколько раньше. Вот, например, Сергей Пантюшин пишет, всем привет, сегодня в эфире невероятная группа. Познакомился с ней, когда услышал на своем радио, было это ночью, я спал, а радио играло фоном. Когда заиграла Белуха Джем, я мгновенно проснулся, встрепенулся, скинулся к ноутбуку посмотреть, кто это играет. Это как раз и было Бурхан, я абсолютно в этом убежден. Вот Данила Артемьев пишет, ядренок-черыжка, я на Алтае, секунду назад был в Крыму, он живет в Крыму, а сейчас он оказался на Алтае. Ну, в общем, совершенно справедливо, перенос такой моментальный. Это как называется эта штуковина, в которой переносит... Телепортация, да? Типа умница, да, вот видите, у нас в Москве не очень, на Алтае знают. Значит, доброй ночи, как группа пришла к своему зву... Нет, это не то. Нет, не то, это сообщение, сколько раньше пришло и по другому поводу. Так здорово слушать такие необычные песни, и узнаешь вдруг, знакомы же они по ротации. Знаете, независимо от того, что прозвучало Бурхан совершенно в другом виде, ее все равно узнают. Настолько зацепило она сознание людей, настолько вы стали для аудитории своего радио своими родными и близкими. А вы-то не знали об этом. Вы-то живете себе там тихонечко на Алтае. Знаете, не знаете, что аудитория своего радио, которая представляет из себя уже достаточно широкую, очень большую такую карту географическую, любит вас и ждет вас здесь, периодически поджидая. Вот вы здесь. С какой оказией-то в Москве оказались? Рассказывай. Итак, у нас образовался, ну так скажем, небольшой тур, небольшое турне. Начали мы его с города Новосибирска. Мы там выступили вдвоем с Алиной в юрке, в замечательном месте, этнопарк, Зайльцовский парк. Пришел народ, и мы отыграли свою программу, все были довольны. А дальше, ну мы так договорились, что мы встретимся, прилетим в Москву и... Как на горе. Да-да, и встретимся с Александром, с нашим замечательным музыкантом и другом. Мы решили перенести то, что у нас получилось на Белухе, мы решили попробовать сделать это в центре Москвы. И где это будет? Когда это будет? Скажи, Саша. Это будет уже завтра в культурном центре ДОМ, начало в 20.00. 20.00. Если вы не придете, вы потеряете огромную, я считаю, просто огромную часть собственной души, потому что надо видеть это живьем. Во-первых, как они работают? Это надо видеть. Это эмоции, которые не описать словами. Во-вторых, все живое, а я очень люблю живое, настоящее, оно передается гораздо более тонко и энергетически, когда вы смотрите на людей, что называется нос к носу. Через приемник, конечно же, многие нюансы тоже передаются, но живое общение и живой контакт, и вся эта удивительная, вот совершенно удивительная аура, которая над ними витает, от этими людьми, она, конечно, на концерте воспринимается совсем иначе. Завтра культурный центр ДОМ, 8 вечера. Да. Программа будет та же, вот примерно, как вы сегодня исполняете. Да. Очень рекомендую, очень рекомендую. Давайте дальше попоем, песни у вас не короткие, нифига. Песни совсем не короткие. Да-да-да, поэтому надо бы как-то немножечко побольше их. Я, конечно, с радостью с вами разговариваю, просто одно удовольствие, но просто и песен хочется поболее. Что это будет дальше? Следующая песня называется «Ах, Арчин», то есть это «Белый Арчин» или «Арчин Хожон», это... Белый, я понял, Арчин не очень. Арчин – это, в общем, песня вереска. Вереск. Арчин – это вереск. Арчин – это вереск. Вереск для алтайцев тоже, ну, так скажем, сакрален, он собирается особым способом и для особых целей. В частности, ни один обряд, так скажем, очищения не проходит именно без него. Вот, и родилась такая песня, называется «Арчин Хожон». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Белуха Джем» в акустической своей версии, но это никак не умаляет всех их достоинств. Мы получаем сегодня колоссальное удовольствие. Я говорю «мы», независимо от того, что говорю я это за всех, но, по-моему, это именно так. 46-47 – короткий номер для ваших смс-ок. Если вы что-то захотите написать в смс, пожалуйста, пишите, либо, пожалуйста, вот есть для вас и лента ВКонтакте, и чаты. Отовсюду зачитываем все, что видим интересного. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Где, условно говоря, женский торс Вот если брать гитару как женскую фигуру То нижняя часть это бедра А верхняя часть это как бы женский торс Так вот, с правой стороны Сверху на женском торсе Для женщины очень неказистое ответвление Но такая достаточно интересная Байдулина, как ее назвать Господи, я не знаю Продолжение самого по себе корпуса Гитары, уходящая над грифом И вот оттуда Вот там же нарощена, опять же, некая Струнная такая Шесть струн получается, да? Катавасия, она же и бас И там еще одна дырочка Как называется правильно эта дырочка у музыкантов? Резонатор Вот правильно, верное слово, да? Резонатор И вот этот резонатор, собственно говоря И дает этот звук Но струны сами по себе, они толстенные Можешь просто вот так поиграть Немножко на арфе, как ты ее называешь И на гитаре Это гитара Это арфа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо огромное Но так бы сразу и сказал, что это бас Арфа, да, арфа Я же-то думал, что они как на арфе играют Ставишь на коленочку и давай вперед То есть на ней струн ты не зажимаешь Ты просто играешь на свободных струнах Да, ну как на арфе Потому что на басу как раз зажимают струны Хорошо Ну теперь мы разобрались наконец, как это все правильно звучит Как все правильно называется Данил пишет вот что Такими словами не бросаются, но их творчество Это достояние мировой музыкальной культуры А кто же с этим спорит? Нет, секундочку Так и есть Так и есть Потому что то, что вы делаете Ну я вообще имею в виду ребят с Алтая Ребят, делающих вот эту музыку этническую Это не просто достояние Это погружение Колоссальное погружение И здесь на своем к этому мы относимся очень трепетно и нежно Потому что для меня, например, очень Вот лично для меня Я думаю, что меня поддерживают все коллеги Соратники, друзья мои по радиостанции Очень важно эту культуру поднимать наружу Потому что до сих пор Вот скажем Вот приведу пример, может быть Не знаю, надеюсь, не обижу Хоунхурту, который собирает в Америке Год за годом туры колоссальные Собирает тысячные места, многотысячные стадионы В России практически неизвестен Ну только у себя на родине Так скажи на улице Хоунхурту в Москве Скажи Биланск А Хоунхурту кто это? Ну они делают нереальные вещи Белуха Джем, которая творит нереальные вещи совершенно Надо, чтобы вас знали повсюду Я считаю, что действительно достояние Достояние России, матушки Слава Богу, что вы есть такие замечательные В первый раз услышал сейчас Просто улетел куда-то, куда Белухи, видимо К Белухе, видимо, понесло Пишет Владислав Владимир, пардон, Воронин Спасибо огромное Кстати, я других слов подбирать не могу Просто обалдел, когда услышал Среди песенного творчества Песни на английском Ну, вообще-то, условно говоря Горловое пение по-английски Это, ну, мягко скажем Нетрадиционная история Даже по-русски это звучит Не совсем так, как на родном-то языке Потому что это кажется уже чем-то таким Ну, невероятным Невозможным Мне когда казалось, что Родной язык, он проще, что ли, ложится на гортань Да, на горловое пение А сегодня будет что-нибудь по-английски? Ну, так Ну, вообще мы не готовили Я понимаю Если нужно Майсонг, например В принципе, можем сделать, конечно А давайте попробуем Прямо сейчас? Да А чего оттягивать-то? Давайте Братцы, я сейчас обращаюсь к тем, кто слушает эту команду впервые Послушайте, как это звучит Это сказать очаровательно Ничего не сказать Потому что это звучит убийственно На самом деле Я залип на этой песне Ну, понятное дело, что Акбурхан Да, это явление Но когда я услышал Вот Чабала, по-моему, да, тоже На английском И Майсонг Для меня это было не просто откровение Для меня это было Совершенно невероятно Я так по кругу гонял, гонял, гонял Слова вслушивался И думал, боже мой, как это звучит Мне интересно Сами-то по себе англоязычные люди Ну, те же американцы Вообще понимают, о чем речь Они понимают, как это поют В общем, они соображают Как это все звучит Как это все делается Думаю, что нет Все, перестроились, да? Ну, уж прости, что я тебя заставил это сделать Не думал, что придется перестраивать инструмент Уж извини, пожалуйста Не хотел так это все поворачивать Еще раз напомню 46-47 Короткий номер для СМС Давайте вступайте в ряды Сообщества группы Белуха Джем Собственно говоря, синеньким написано В анонсе в группе ВКонтакте Это и значит активная ссылка Кликаете И давайте вступайте Группа совсем маленькая Несправедливая Надо ее определенным образом увеличивать Погнали, готовы? Ну, давайте попробуем Сейчас будем мы с вами балдеть Браться по полной Поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 Да, соответственно, возрасту 33 года мы записали этот альбом. Сейчас, соответственно, мне 34. Этот альбом мне очень дорог. Это одна из частей моего творчества. Авторские песни на русском языке. А вторая часть моего творчества – это, естественно, корневая музыка, латайское горловое пение, либо в традиционном ключе, либо в современной обработке, то, что мы делаем с группой Белуха Джем. И именно очень я рад, что к нам присоединяются интересные музыканты. Очень благодарен Алине, которая откликнулась на этом альбоме. Мы с ней познакомились и вот продолжаем до сих пор играть в проекте Белуха Джем. И, конечно же, Александру Самодуму. Ну и предыстории мы уже рассказали, как мы познакомились. Все не просто так. И вот этот проект, он на самом деле сейчас в России является основным. То есть вот эти люди, которые сейчас со мной играют. В общем, сегодня основные люди здесь есть. Сегодня основные люди. Нам надо прерваться. Я тем, кто не очень в курсе того, как происходит все в программе «Живые», сообщаю, что у нас сейчас будет перерыв минут на пять. Программа «Шабанутся» вы послушаете. Небольшой блок анонсов эфирных, само собой, на своем радио. А дальше мы вернемся в эту студию. Еще целый час у нас будет для того, чтобы слушать музыку и разговаривать. Давайте дадим все дальше. Напомню, Белуха Джем здесь сегодня в программе «Живые» на своем. Чем, естественно, радует нас неимоверно. Ну и мы получаем огромное удовольствие. Комментарии сегодня исключительно теплого содержания. Люди, мне кажется, млеют, улетают, получают огромное удовольствие. Ну, в общем, мы на это и рассчитывали. Пауза была долгой. Поэтому, пожалуй, начнем с песни этот час. Что это будет за произведение? Как будет называться эта песня? Это будет как раз та песня, о которой мы говорили. Это песня «Алтай». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Белуха Джем, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok